За малым последовало большее. На острове Русский в аварии угодили сразу 4 автомобиля. Остров Русский. За рулем автомобиля Тойота Надя едет девушка. Автоледи едет в университет на экзамен по английскому языку. На перекрестке с другой стороны канала ее задевает выезжающая со второстепенной дороги Митсубиши Делика. За первым столкновением следуют остальные. Здесь со стороны поспелого выезжала Тойота Делика, Митсубиши Делика. Задела меня по касательной. Так как произошло что-то ТП, я стала тормозить. И тут у меня сзади летает Тойота Корона. Так как он тоже стал резко тормозить, его задела четвертая машина. Не знаю, какая марка. Ну, соответственно, так все произошло. Четвертой по счету, а значит последней угодившей в эту аварию машиной, стал автомобиль Субару Импреза. Субариком управляет девушка, которая совсем недавно за рулем и буквально две недели как купила машину. Говорит, ехала на русский отдохнуть и позагорать. Значит, еду я такая, никого не трогаю по своей полосе. А тут машину, вот беленькую, начинает разворачивать. Как бы, задам на мою полосу. Я как бы ничего не поняла, просто затормозила сразу. Вроде проезжала нормально, но попала все-таки. Ситуацию пытается прояснить один из очевидцев произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По его словам, виновником стал водитель микроавтобуса, который выскочил со второстепенной дороги прямо под колеса минивэна. Надя перед ней оттормаживалась, задела ее и стала вот здесь где-то. Потом корона начала оттормаживаться, ее занесло. Она вписалась бочиной в Надю. И потом уже Импреза зацепила корону. Водитель автомобиля Тойота Корона расстроен произошедшим. Он уверен, на ремонт машины уйдет немало времени. Но больше молодой человек удивлен безразличной реакцией на случившееся водителя микроавтобуса. Вообще ничего не прокомментировал. Он там стоит, он даже подошел, когда только полиция подъехала. А из-за него все началось. То есть, Делика поехала, Надя за нее затормозила. Делика Надю зацепила. Надя, давай резко тормозить. И вот я в нее влетел, получается. И еще меня сзади Импреза догнала. Водителю микроавтобуса нечего сказать по поводу случившегося. Он признается, что виной всему обыкновенная невнимательность. Ну да, выехал на перекресток. Там как-то не рассчитал, понимаете, чуть-чуть. Ну и буквально чирком вот как бы за номер. Во всех обстоятельствах произошедшего дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции. Продолжение следует...